Здравствуйте! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вам, наверное, уже понятно, что мы вместе с генеральным директором, генеральным конструктором ЗАО «Струнно-технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким находимся в экотехнопарке SkyWay. Я замолкаю, все остальное пусть расскажет он. Добрый день, Анатолий Эдуардович! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит, сколько уже привезено ферм и в чем их преимущество перед, ну, если есть какие-то подобные аналоги, вот перед ними? Ну, здесь не фермы, здесь элементы ферм. Мы собираем фермы, струнные фермы на пролетах из элементов длиной 12,5 метров. Это четыре элемента на пролете 50 метров. Здесь будут собраны половинки ферм, вот на специальном стапеле, а потом это будет перевезено на строительную площадку на пролет, вот, и уже на пролете будет из двух половинок смотирна ферма на пролете. Это тоже, как бы, заготовка пролета. Я обращаю внимание на то, многие этого не понимают, думают, ну, подумай, что-то сварили там какую-то конструкцию, это любой дурак придумает. Мы делаем не просто строительную конструкцию, мы делаем эстакаду, причем транспортную эстакаду в высокоскоростную. Это совсем другое дело, чем, допустим, перекрытие там здания, чтобы крышу поставить. Там нет первого такого понятия, как ровность, или там, точность, или жесткость, или нагрузка, там, 100 миллионов циклов нагружения. При этом ни сварка, ни элементы не должны потерять устойчивость, прочность, там не должно быть концентратора напряжения и так далее, и так далее. Так вот, поскольку мы строим эстакаду высокоскоростную, транспортную, то при скоростях 500 км в час поведение подвижного состава зависит в основном от ровности пути. И на пролете в 50 метров требуемая ровность, иногда говорят, а струнная, это что-то такое, балалайка, гитара, там, все будет прыгать, скакать и так далее. Это абсолютно неверно. Ровность пути должна быть плюс-минус 7 миллиметров, на пролете 50 метров. При этом, для чего это нужно? Чтобы была комфортность движения. Мы же делаем транспорт, и в салоне, в кресле, где сидит пассажир, колебания, амплитуда колебаний, ускорение, они должны быть выше допустимых, чтобы он не испытывал дискомфорта. Поэтому мы проектируем дорогу, где комфорт, вот в таких скоростях движения, будет, ну, примерно аналогично, если вы сидите дома на диване, смотрите телевизор. Вот примерно так, да? Это очень сложно добиться. Смотрите, неровность 7 миллиметров на пролете 50 метров. Причем неровность обусловлена строительными погрешностями, строители не идеально строят, да? Неровность обусловленная собственным весом, ведь конструкция прогибается под нагрузкой, да? Под собственным весом. И еще динамические неровности, потому что при проезде транспорта средства конструкция начинает тоже изгибаться. И что такое, допустим, там 5-7 миллиметров на пролете 50 метров? Это жесткость относительно, ну, порядка одна десятитысячная. Чтобы понимать, это жестче моста капитана 10 раз. Капитана мосты, по которым ездят сегодняшние скоростные дороги, железные, где ездят поезда, одна восьмисотая, ну, одна тысячная. А тут одна десятитысячная. Потому что с балалайкой и с гитарой сравнивать это никак нельзя, да? Ну, это во-первых. Во-вторых, это уникальная конструкция, потому что, ну, я бы сравнил это с эстакадой, допустим, построенной японцей, которая была построена японцами на острове Тайване. Десять лет назад примерно они вели ее эксплуатацию. То есть это даже не Синкан-Сена, что-то более современное? Да. Ну, там она в основном эстакаде, потому что там сложная местность на Тайване, да? Там горы, предгорья. Поэтому значительная часть, большая часть дороги, она, по-моему, длиной 342 километра, проходит в эстакаде. Вот наша эстакада. Ну, здесь металла на пролете для двухпутной дороги, это однопутная дорога. Ну, метра килограмм, на погонный метр килограмм 500. А на пролете 50 метров, ну, если множить на 50, там, 25 тонн. Что построили японцы? С их, ну, супер, с современными технологиями. Обращаю внимание сразу на пролет. Они смогли построить только пролеты 35 метров, у нас 50. Чтобы понимать, поведение пролета, допустим, жесткость и другие характеристики, зависит от куба пролета. Потом, если пролет, допустим, в два раза больше, то два в кубе в восемь раз он ведет себя хуже, менее жесткий и так далее. Поэтому 35 метров пролета они построили, у нас 50, это две большие разницы. Так вот, на пролете 35 метров, у них лежит две балки железобетонные, они собраны с кусков, потому что нет подъемных кранов, которые подняли такой вес. КАД-балка весом 800 тонн на пролете 35 метров. Это 1600 тонн в любом месте. Потом лежит плита железобетонная, шириной, по-моему, 11 метров, весом около 1000 тонн. То есть надо еще добавить 1000 тонн. Потом уже на плите лежит рельсо-шпанная решетка на щебеночной подушке. И получается, что на пролете материалов, в основном железобетона и арматура, ну, где-то порядка 4000 тонн. И нагрузка на опору столь значительная, что под каждой опорой установлены 4 буронабивные сваи, диаметром 2 метра каждая, вот метр 70 размахует, за больше 2 метра, 2 метра каждая диаметром, длиной до 60 метров. То есть на одну сваю ушло примерно столько резьбетона, сколько наша станция. На одну сваю, а там 4 сваи. При этом это не просто анкер напора, да, это же анкер напора, совмещенная с пересадочным узлом, где две станции, городская и высокоскоростная, еще будет музейская. Поэтому, естественно, что такая стакада, которую построили японцы, она стоит больше 100 миллионов долларов за километр. Наша стакада, ну, это в белорусских ценах, будет стоить от 3 миллионов долларов за километр. При этом у нас прочность стакады будет выше, долговечность выше, ровность пути будет выше, и поэтому можем на ней достичь больше скорости. Поэтому не просто железяка. Это совершенное изделие, где применена для расчета высшей математики, знания сопромата, теоретической механики, теории упругости, законов физики, а не просто, как многие думают, что собрались студенты где-то в сарае, что там на коленке нарисовали, и это было построено. Нет. Я думаю, что это и не думают наши зрители, поскольку все были свидетелями недавнего посещения нашего стенда послом Японии и предложения о сотрудничестве. И мы, напоминаю всем, в начале и где-то в середине, даже чуть раньше весной следующего года будем участвовать в двух конференциях в Москве и в Минске с представителями японского бизнеса. Да, это так. Анатолий Эдуардович, я думаю, по большому счету с пассажирской высокоскоростной линией более-менее понятно. Вот если бы вы могли еще прокомментировать появившиеся новые объекты, а именно высокие промежуточные опоры на легкой линии, все были бы вам весьма благодарны. Давайте прогуляемся туда. Давайте прогуляемся. Анатолий Эдуардович, наши зрители вовсю уже начали обсуждать показанные не так давно в одном из репортажей эти промежуточные опоры. Расскажите, пожалуйста, в чем их уникальность, ну и какой вид транспортной линии здесь будет? Может быть, кто-нибудь, что не в курсе? Ну, здесь это обратная линия будет, она трехпролетная. 200 метров, 400 метров, 200 метров. Там будет подъем, чтобы показать, как уклоны мы берем и поднимаемся с одной высоты на другую. Потом проезд по пролету 400 метров. Ну, в общем, максимальный пролет мы можем делать 3 километра при использовании стальных канатов из стального профиля. если использовать композиты, то можно до 5 километров сделать пролет. И там будет снова спуск, чтобы показать, как спуск. А потом это все развернется и на небольшой высоте, где высота порядка полуметра будет одна, едини-бус, то есть можно будет местами даже 20 сантиметров будет. Чтобы показать, что мы можем ехать на малой... Это в зависимости от рельефа местности, да? Нет, мы специально здесь, чтобы показать. Но многие говорят, ой, а как с высоты? Что, сигар, что ли? Хотя у нас будет система эвакуации, да не всегда можно с высоты, как бы, сигар, можно просто открыть дверь и выйти на траву. То есть мы можем ехать на высоте 10 сантиметров. Но если взять трамвай, он видит пол, едет над асфальтом на стену, где-то 30. Клиренс вы имеете в виду? Нет, я имею в виду пол. А, ясно. Зазор, да? Мы можем еще на меньшей высоте ехать. И при этом мы не будем портить ту поверхность, по которой мы едем. Потому что путь, он сверху. А здесь? А эффект экрана не будет возникать в данном случае? Для городского транспорта, где скорость до 150 км в час, это не так существенно. Эффект экрана возникает при скоростях уже там 250-300 км в час. При высотке скоростей. Это, поэтому, это промежуточные опоры, канкерные идут по концам, которые испытывают значительные нагрузки, как виртикальные от веса, ну, видно, что такое пролет, да, так и от подвижного состава, так и от наклонной путевой структуры, ведь она же напряжена. Поэтому наклон создает тоже виртикальную нагрузку. При этом здесь будут еще существенные ветровые нагрузки. Естественно, мы это учитываем. При этом мы делаем сочетание, что с вариантностью раз в сто лет, что подует сильный ветер, в это время ударит мороз. То есть сочетание неблагоприятных нагрузок. Естественно, с учетом этих, как бы, нагрузок и расчетных конструкций. Опять же, это не на коленке все сделано, это с помощью расчетных программ, очень сложно достаточно, да, имеет там конечных элементов, поэтому я абсолютно уверен в правильности расчетов. И видно, что конструкция, это еще не вся же опора, ну, ее ветер, она несущая честь. Она достаточно простая и, я считаю, красивая, легкая. Почему? Мой подход, как инженеры, к всему, что я делаю, а инженеры уже почти 50 лет, как инженер, так? Это эстетичный, ну, если я хочу звать, да, понятие это, эстетичный, конструктивный минимализм. То есть на первом месте эстетика, потом все, что мы делаем, оно красиво. Второе, конструктивный, то есть все должно быть конструктивным, с точки зрения. При этом минимально, с точки зрения расхода материалов, конструкции, с учетом стоимости, то есть минимизации всего, что можно без, естественно, ухудшения качества, прочности, долговечности, надежности и так далее. И поэтому здесь, там многие говорят, а почему растяжек нет? Это, ну, и не слицепидача, они некрасивые, там всякие оттяжки и так далее, здесь их нет. Здесь это рама, потому что будет пару первых перемычек, которые дадут нужную жесткость при боковом ветре. Продольную жесткость даст путевая структура, которая будет подвешена, и она будет держать опоры от падения в эти обе стороны. А на поперечную нагрузку будет работать рама, которая тоже рассчитана, естественно, на вот эти максимальные нагрузки. Спасибо большое. И еще один вопрос. Насколько я понимаю, уже заканчивается, ну, скажем так, наступает финальная стадия монтажа путевой структуры низкой части, и вскоре после этого, не дожидаясь строительства высокой, мы можем начинать испытания подвижного состава, именно Юнивуса Юнибайка, который мы показали вот уже за месяц на трех выставках. Так ли это? Да, мы так, при этом мы как бы начнем испытания еще не на смонтированную полностью конструкцию, для того, чтобы показать, как бы, ну, крайние, что ли, случаи, аварийные случаи. Представьте, мы начнем испытания, когда вот там эстакада не будет полностью готова, там не будет никаких струн, не будет бетона, а тем не менее, подвижной состав Юнивус может ехать. Это какой случай? Представьте, террористы взорвались слева и справа, нет пролетов. Ну и что? А Юнивус может ехать. Дорога функционирует, да? Струны оборваны. Ну и что, там такие запасы прочности, что без струн будет тоже работать. Ну, естественно, при других скоростях. И при этом мы тоже Юнивус покажем сначала не полностью, как бы, в полном функционале, а мы сначала будем испытывать с одним мотор-колесом. Представьте, что, что-то случилось, отказали три колеса из четырех, и мы хотим показать и тоже протестировать на одном мотор-колесе, потом на двух мотор-колес, потом на трех, потом на четырех. То есть, это обратно. То есть, мы пока строим, так лучше вот с конца иначе демонстрацию. При этом эти случаи настолько маловероятны. Допустим, отказ всех там четырех двигателей. Это одна миллиардная может быть вероятность, даже еще ниже. Вот если взять авиацию, вот насколько я знаю, был только один случай отказа трех двигателей из четырех. Это случай был в Иркутске порядка, по-моему, десяти лет назад, когда на Аджелевате по-моему, Руслан, самолет с четырех четырьмя двигателями. Три двигателя заглокли, потому что не тот был керосин, обзывал шуга и лед. И этот лед забил фильтры. Двигатели остановились и на взлете самолет упал на город. Сгорело около сотни тонн керосина, сгорело около ста человек. Вот такие аварийные ситуации. И вот представьте, что у нас будет в Венюбе, если по каким-то причинам вот как и тут, да, три двигателя из четырех отказали. И что? Он работает. И трагедии нет. Все живы, будут здоровы, никто не погибнет. И мы вот эту равенцию покажем. Спасибо большое. Пожелаем нам всем успеха на финальной стадии. Я думаю, никого уже нет сомнений, что где мы, там этот успех обязательно будет. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.deficistems.com поддерживайте наш проект и тогда даже японцы посчитают за честь обменяться с вами опытом. Ну и концовочку, Анатолий Эдуардович. Строй Skyway и спасай планету. Строй Skyway